Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начнем. Мы рады приветствовать вас на международной конференции ЛИБВЭЙ 2020. Меня зовут Евгения Пшеничная. И я спешу представить вам соорганизатора круглого стола Михаила Костина, заместителя директора Новосибирской государственной областной детской библиотеки одного из активистов гильдии «Молодых библиотекарей». Напомню правила участия. Продолжительность доклада составляет 15 минут. После каждого доклада участники могут задать вопросы лично спикеру или предварительно поднять руку. Смотрите, пожалуйста, эту функцию в Zoom. Сегодня с нами работает группа технических специалистов, и вы можете обратиться к ним за помощью, написать в общий чат в случае технических проблем. Наша встреча сегодня посвящена теме молодежи в библиотеках и тем возможностям и перспективам в науке, которые предлагают сегодня библиотеки для молодых специалистов. Расскажу вкратце о нашей программе. Сегодня мы предлагаем послушать четыре ключевых доклада и подискутировать на следующие темы. Актуальные научные направления в библиотечной деятельности, актуальные темы для молодежи, и интересны ли они молодым специалистам настоящие исследования в библиотеках. Что нужно сделать, чтобы у молодежи появился интерес к науке? Наш ассистент сообщает, что все спикеры в сборе к нам присоединились, также и наши эксперты, с которыми мы познакомимся в ходе нашего мероприятия, немного позднее. А пока мы предлагаем послушать наш первый доклад. Прошу прощения, я вас представлю. Дорогие друзья, главные организаторы, ведущие этого круглого стола. Я думаю, большинство с ней знакомы, но тем не менее. Евгения Владимировна Пшеничная, помощник директора по международным связям Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук. Спасибо, Миша. Я надеюсь, сегодня мы обойдемся без отчеств, без других формальностей. Все-таки это молодежный круглый стол. Итак, я хотела представить нашего первого спикера с огромным удовольствием. Привет Нью-Йорку Лойде Гарсиэ Фибо, международному консультанту, президенту Американской библиотечной ассоциации в 2017-2019 году. Лойда представляет интересы молодых профессионалов в Американской библиотечной ассоциации и является учредителем и координатором секции молодых профессионалов ИФЛА. Мы попросили Лойду рассказать сегодня о проектах, мероприятиях и других инициативах для молодых специалистов и начинающих профессионалов, которые предлагают Алла и ИФЛА. Лойда, доброе утро! Здравствуйте. Вы слышите нас? Здравствуйте. Глойда, у вас уже вечер. Мы рады, что вы присоединились к нам в столь ранний час. С удовольствием передаю вам слово. I am delighted by the opportunity to share news from new librarians. I truly love to work with them and LIS students. The new librarians from 2020 are a diverse group, full of energy, connected by technologies, working together to change our profession, associations, and the communities we serve. These aspects have stayed true since I first researched new librarians worldwide in 2012. Building on my first research of the topic in 2007. So it's been a while since I've been researching new librarians worldwide, and I'm happy to share this broad overview with you today. This presentation includes information on that research, background on how IFLA New Professionals Special Interest Group was established, associations around the world with dedicated groups for new professionals, and my view on current scenario for new librarians. New professionals or new librarians can be young individuals, as they are often referred to. They can also be people that perhaps are not young of age, but are new to our profession. Librarianship could be a career they move to after one or various careers. Individuals can belong to Generation X, Millennials, or Generation Z. The New Professionals Interest Group of IFLA, known as the NPSIG, was established by me and two colleagues from England and Denmark in 2004 during the IFLA Congress in Buenos Aires. And as you know, IFLA stands from International Federation of Library Associations and Institutions. It was established to provide a space for new librarians to engage in associations work. Since then, the new professionals have hosted programs at all the subsequent IFLA Congresses and several satellite meetings before the Congresses in different countries and in different regions of the world. Back in 2007, when I first researched new librarians worldwide, these individuals were starting to make their mark into our profession. A total of 176 individuals from 12 countries, 73% of them members of the National Library Association indicated, and I will provide a broad overview, that they were not aware of the associations if the associations had groups dedicated for new professionals. However, their associations did have leadership programs for them. These included ALA's Emerging Leaders Program in USA and a mentoring program from the Chartered Institute of Library and Information Professionals from England, which is called CILIP, the acronym. You know, we have many acronyms in our profession, that's CILIP. Australia had the most opportunities for new librarians with the Aurora Leadership Institute of the Australian Library and Information Association, known as ELIA. Australia also has the New Librarians Symposium and the New Graduate Advisory Group that advisors the Australian Library Association Executive Board and matters related to new librarians. And that is very cool. I'm glad that they still have that program. My colleague Robin Keir joined my follow-up research in 2012. And we surveyed 488 individuals from 48 countries and six continents. So this was a much wider research than the prior one in 2007. From those, 78% were members of the National Library Association, with the overwhelming majority participating in groups for new professionals outside of library associations in North America, Europe, and the Pacific. They were connecting online and created their own opportunities and projects, which in turn rejuvenated our profession. So they will bring all these things they will learn outside library association into the association to inject the association groups and committees with new energy. At the same time, library associations in North America, Europe, Asia, and Australia were hosting groups for new librarians. Flash forward to 2020. And the new professionals from IFLA are a strong force with leaders from Croatia, Holland, France, Chile, Senegal, and the United States, among other countries. They host business meetings online regularly and partner with other IFLA units. Such as the continuing professional development and workplace learning to present webinars with the American Library Association, which are part of a series called New Librarians Global Connection, Best Practices, Models, and Recommendations, which I established in 2012. So I recommend you visit the IFLA New Librarians website and look for the webinars. They are all recorded. Most of them are recorded since 2012. And the topics include human rights, open access, services to young adults, and much many others. Last week, they host meetings, and this was the annual meeting. As you might be aware, IFLA didn't have a Congress this year because we're all experiencing this pandemic. And so everybody is having meetings online. And the New Librarians meeting was online. And it was in Croatian, in English, French, Polish, and Spanish. And they are all available on the YouTube page. So I invite you to visit that. Currently, at global level, it is a great joy for me to know that there are many library associations with dedicated groups for new librarians. And mentoring programs, and they also have grants, and specially curated events for them. ALA and the Australian Library Association, ELIA, continue with their dedicated efforts for new librarians. The Library Association from Latvia hosts a camp for new librarians, and many associations around the world dedicate time within their programming to engage new professionals. This scenario goes along with my dream and original proposed plan of action, resulting from my published research with libraries around the world, and which they followed. And this research is available on the former Canadian Library Association journal, Felicitas. And I will share with you the action points. For instance, develop tools and materials to assist new librarians in becoming effective leaders within libraries and professional associations. Help to increase awareness about the interests, skills, and professionalism of new graduates. Recognize new professionals' needs for appropriate pay, respect, and inclusion in strategic planning activities. Many newcomers want to help drive change. Partner with national, provincial, and regional associations to offer workshops for all streams of new librarians. Increase funding that enables new librarians to attend professional conferences. Create in-house career development and leadership training programs for newcomers. Promote new librarians as the future of their profession and their workplace. Take risks with new librarians. Take risks with new librarians. Trust that they have the education, skills, and desire necessary to successfully execute projects. As per IFLA New Professionals Group survey used to coordinate webinars at various times each year, Topics of interest for these librarians in recent years include human rights, mentoring, international librarianship, library services to teenagers in the digital age, role of libraries, and libraries as a space of social inclusion, training, and professional development versus workplace reality, and sharing economies and libraries. So these are really wide topics and new professionals are interested in all of them. Library associations have made great strides to include new librarians in their strategies and programs. New librarians are wonderfully bolder these days and create what they want if they don't see it in place. Ways in which new librarians can be attracted by library associations include surveying their needs and working together with them to meet them. During all these years working with new librarians, I have seen how providing opportunities for new librarians and LIS students have revitalized associations and places of work. Facilitating joint international work is key to make these new efforts flourish. There is at least one area at global level that we still need to be better at, and it is diversifying the profession. Our profession in many places do not reflect the ethnically diverse communities we serve. Each library association and library system how to create a multi-year strategic plan to attract, recruit, and retain an ethnically diverse workforce that reflects the populations served by the library. And of course, please understand this at the global level, because this is based in my experience also as a resident of New York City, which is a remarkable ethnically diverse city. And perhaps this is not the reality of libraries or the situation in other cities around the world. Still, library staff must reflect the populations served by the library. I would like to share a strategy that the ALA Public Library Association is using to attract new librarians from ethnically diverse groups. They have an initiative that could be key in encouraging individuals of diverse ethnic groups to study librarianship. The effort includes placing high school students interested in librarianship as interns at public libraries during the summer. They learn about what librarians do and follow librarians while they are doing storytelling at the library or outreach out in the community. And comments from participants show how much they enjoyed the experience and learning that librarians do more than reading books. Therefore, I believe that is a winning program to build more strategies to promote librarianship among high school students. And we need that. My recommendation for library associations is to follow my proposed plan of action, which is still current. Additionally, to give opportunity to newer librarians to join the associations committee and coordination of efforts, supporting these librarians with trainings. Encouragement to supervisors to give them time to participate in associations work and grants or funds to help them participate is crucial. I commend the organizers of this conference for scheduling a time to converse about new librarians and how they are contributing to librarianship. Together, we can increase the numbers of new librarians in our library associations. They are wonderful. And they have energy, refreshing ideas, and we should be all supporting them. Thank you. Have a good day. Спасибо, Лойда, за такой интересный доклад. Я напоминаю, что вы можете задать вопрос спикеру, предварительно подняв руку. Есть ли у нас желающие пообщаться с Лойдой? У нас есть? Вот есть. Так. Меня? Доброе утро, госпожа Лойда. Мне хотелось бы узнать, что вы вкладываете в понятие «молодой специалист», потому что не секрет, что сегодня специалисты молодые библиотечные обладают разными умениями, знаниями, навыками, компетенциями. Кто-то является библиографом, кто-то является, допустим, работником книгохранения, кто-то, допустим, занимается научной работой. Вот молодой современный библиотечный специалист, какими знаниями, навыками, умениями вы стараетесь его обогатить благодаря вашим семинарам? Yes, that's an excellent question. Well, first, the new librarian is not necessarily a young person. It could be a person new to our profession. So, that's very important because people can come from other professions, one or two different professions. And then the second part about the skills of new librarians, I think new librarians and everyone should be creative, flexible, and have an interest in learning. And I'd like to always recommend, if at all possible, that we match new librarians with seasoned librarians so they can get a feel and understand how this new job, perhaps, where they're going to be working, is functioning. And so, it's important. And there are different generations at play as well. So, it's important to everybody to have that type of knowledge and get familiar. We have worked with different mentoring programs. They have proved to be successful at ALA level and at other library associations from Latin America as well that I work with. And then we match people with seasoned librarians and newer librarians. And they follow each other, sometimes for six months, sometimes for a year. And they learn so much about the other person's job. So, if someone is interested in being a public librarian, they can be matched with a public librarian that is already seasoned, established in their job. And they can talk about the day-to-day tasks. And so, we know, right, checking out books or cataloging. But there is more to the job because there are meetings and there are ways that we need to figure out what the users are wanting to read or the services they need and how we get to those conclusions. So, I think those are important and I will recommend mentoring very strongly to help the new librarians and also new staff in the job. So, those are some of the strategies I will recommend. Well, I have to say that I've been in contact with Russian colleagues for a long time. First at IFLA groups, I will say it's maybe since 2004. So, it's a long time. Wonderful people from national libraries in St. Petersburg and also in Moscow and the foreign library in Moscow as well. And they are wonderful. What I do know is that I am not aware there is a specific group for new librarians, but I do know that the new librarians are given great responsibilities. I have worked with newer librarians from the foreign library in Moscow and they have, you know, they are part of the organization of big conferences and big symposiums. They are hands-on part of the team and it's wonderful because I can see how they're given responsibilities and how they deliver. They actually do a wonderful job. And so, that gives me a lot of hope and it's really great because we have veteran librarians trusting and giving opportunities and big responsibilities to newer librarians. And they do work marvelously. Just this week, we are having a U.S.-Russia library dialogue. And it's in partnership between the American Library Association and the Russian Federation of Libraries. And it's produced by the foreign library in Moscow. And there are some new librarians that are included in the production and they are so responsible, so professional, attention to detail. So, I have to say, it's amazing when the new professionals are given an opportunity to do something. So, I'm very glad about that. I think the Russian Federation and the libraries in Russia are doing a great job. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your question. того, что происходит в кадровой ситуации, какие сотрудники работают в библиотеках, и возраст, и социальное положение, образование, и какими компетенциями обладают, взаимодействие с пользователями, ну и так далее. Проводятся ли подобного рода исследования на общегосударственном уровне или, возможно, локальные в отдельных штатах, в отдельных библиотеках? Такими сведениями вы обладаете? Решащи, по сравнению с тем, что они могут найти areas, чтобы они могли представить профессиональные вебинары, и также делать кочей, чтобы они преподавали свои skillsetные вебинары. And that goes across the board for the staff on different levels, you know, new staff or mid-career or more advanced. Everybody needs professional development. And so we have this, their own library system. There are big duties. Also, we have a state level, each state has a state library, and they also plan workshops and trainings. And this is done with information they compile from the different libraries in the state. And these libraries could be, you know, public, academic, school. And they try to do a kind of like combination because it's very wide, it's a very wide range, and then provide general trainings and workshops. And those are made available to the general library population of the state, and they are free to take them or the libraries can send them to take them. And, of course, now everything is online, so maybe there are more people accessing those. So we have the local level, and then we have the state level. The other level that we have is at association level. For example, we have at ALA, we have different divisions that are also library associations, and you might have heard some of them. It's the public library association, is the academic and research library association, ACRL. And then we have also the association of school librarians, and those are all part of ALA. So they are very interesting, part of the big umbrella. And so they also, from time to time, survey the membership to try to find out what are mostly, not so much perhaps demographic data, you know. So they might not be aware of who is in age groups, but they try to find out what are the needs, what are the interests, to provide then webinars, two-day symposiums, you know, different type of formats to provide professional development. There is something that, you know, it can be good or not, but over here it's a bit not so easy to compile information about ethnic groups or age groups. So that's the only part. But yes, it is very important to do these type of things. So yes, that's the value. Yes, it is very important to do these type of research. And it is necessary for the industry, but it is very difficult to do it. We also do it different ways. But a large research on all the territory of Russia has, unfortunately, not been done for us. But we plan to do it. Yes, if it's from the American Library Association, we have an international relations office and you can email me or you can also go to the ALA international relations office page. And there you'll have a list of the staff. There are two people on staff and you can email them. And there are no grants. So unfortunately, there are no funds. But they are very good to help to match interested people with perhaps internships with libraries in the States. And so we have done that. We have currently a number of those type of contributions. For instance, right now, the Austria Library Association has, I think, one person in one of the libraries or had before the pandemic a person in the library. And that was helped through ALA, not with funds, but with the location and how to because it's a big country. So people need help to understand, you know, what is the library they would like to go first, if it's a public library, and then the state or the different services. So it is a good match. So that is possible. And then there are different exchanges around the world. And the International Relations Office also has a list on a wiki with the different programs available throughout the world. So I recommend to visit that page. Okay. Thank you very much, Lloyda. I think we will definitely with you will be able to stay with us. We will be able to stay with us. Now I would like to say, if there are more questions, if there are more questions, I would like to say to our speaker from Riga. It's Aiga Pike, president of the Secure Moldых Professionals of Latvian Association of Bibliothecaries. I want to note that, несмотря на небольшой срок работы, секция молодых специалистов стала широко известна своей активной деятельностью и широким спектром мероприятий и проектов. Секция создала стабильную сеть сотрудничества с молодыми специалистами библиотек информационной индустрии внутри страны и в других странах Балтики. Кроме того, секция молодых специалистов создала новые возможности для сотрудничества со специалистами в смежных областях. Сегодня Айга присоединилась к нам, чтобы рассказать об итогах работы секции за 11 лет. Айга, здравствуйте! Я передаю вам слово. Вы нас слышите? Я передаю вам слово. Вы нас слышите? Как вы можете видеть, моя презентация будет о лабораториях. Я глава этой лаборатории. Мембер из разных лабораторий. Академики, школы и публики. Мемберцы являются индивидуальные, а также индивидуальные лаборатории. Академики, новая профессиональная лаборатория, была создана в апреле 2009 по энергетике и антезиологическим лаборатория студентам, которая уникала председатель президента. Это было первое новое лабораторие профессиональное движение в Европе, которая уникала подобные основания в других Балтиках, в Устании и в Литвании. Академики, новая профессиональная лаборатория, в 2020, новая профессиональная лаборатория уникала 11 лет, и в этих лет, эта лаборатория уникала свои традиции. Академики, новая профессиональная лаборатория, это очень важно отметить, что в нашей профессиональной лаборатория это не только те, кто были новыми, но и те, кто были новыми в этой профессии. Академики, новая профессиональная лаборатория, в этом году, в апреле, наша лаборатория уникала 10 лет, и мы проживали этот anniversary в нашей лабораторию, в нашей лабораторию, в нашей лабораторию, в Латвии. Мы обратились к нашим успехам через эти годы, и мы также получили приветствия от наших предыдущих и предыдущих студентов, спортеров, и другие интересные люди, в этом году, мы также получили новый лидер в нашей лабораторию, и я, и я. Один из самых любимых традиций которые были организованы в нашей лабораторию, в нашей лабораторию, в нашей лабораторию, или ЛИПДЕЙ. Это было семи-аннварительное event, координат by American librarian и writer, 8 ЛИПДЕЙ, в нашей лабораторию, в нашей лабораторию, в нашей лабораторию. В нашей лабораторию, 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 и в нашей лабораторию, اخule, will be online during the conference for Cangurus. This conference, which organizes our section, is specially made for new library and information professionals where accent has been given to practical issues and this conference is being held every other year in different regions in Latvia. The first conference was in 2012 in Riga. The meaning of used operation for Cangurus is following. Four means for lecturers, proposition for the new specialists. Cang means to be able to achieve their goals to Cang. Guru is a teacher, specialist and practitioner on his field. This year it will be the fifth conference, which will include also a meeting of the new library and information science professionals. I mentioned before, so the conference will be international and it will be held online in the end of November. We also have seminars for our section members. They have been held five times. First of them were in the capital of Latvia, in Riga. But through tiers, the members of section has changed. Previously, they were mostly library and information science students in Riga. But in last years, they are new specialists all over the country. So last seminars were organized in different regions. Of course, there are other activities. One of them was VeloRide in 2013 in Kognese, Latvia, which was organized within Polish librarians project, Bicycle Library. In this event participated librarians, students, and their family members, also other interests. They visited local libraries, museums, cultural objects, and also tried VeloFotorally. They had tasks to do by taking different photos. In January 2018, a section coordinated international Wikipedia campaign. One librarian, one reference in Latvia. The aim of this campaign was to edit articles and add reference to make Wikipedia as a trustful resource. From Latvia participated 15 librarians from 14 libraries. A section has also created e-book, librarians around the world, in a result of an online project, where librarians from various countries were invited to participate by sending in articles, mainly about their own work and study experience, also about the library and information science education system, the library system, and the library associations and other related organizations in their country. There we can find also information about their projects, activities, and other problem situations. To invitation applied 46 librarians from 27 countries, but some of the participants cancelled their participation. And in the result, we can read in the book stories about 90 countries written by 34 librarians participants in this project. We are also open to cooperation to translate this book to other languages as a united collection of articles. Maybe Russian colleagues, you would like to translate it in Russian so we can cooperate. We also are visiting first and second course library science bachelor students in West lectures at University of Latvia. Mostly in this meeting have participated some board members of West Asian or section leader and some university master students. We are sharing our experience stories about study years, career, volunteering, and of course as a main part about our professional activities in Library Association of Latvia. Of course there are other activities where our section are participating. We are organizing study on conference, Bibcamp 4, also a discussion creating the National Digital Library. Also informal meetings such as for Kangaroo's photo evening, seminar Bobcats evening, other conferences. Also section has organized excursions for Estonian school librarians and also other study conferences. And our section participates also in activities organized by other institutions such as various study conferences of University of Latvia, in International Annual Library and Information Science Symposium Bobcats, in Library and Information Science section of Scientific Conference of the University of Latvia. And also we are going to meet our colleagues in other Baltic States in Estonia and Lithuania. Those meetings are being held every year. And this year it will be online, as I mentioned earlier before. So thank you. That's all from me. And here you can see various contexts, where you can find our section. I will close our presentation. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much for such an interesting talk and interesting experience. Very interesting. Very interesting. Your project is one day of life in the bibliography. Very interesting. The project of Wikipedia. And the project you have offered to participate in the writing project. And the project is a book for you. And I have a question. I think that will be interesting, so we will be getting in the next few weeks. So I will give you an interesting collaboration in the future. And in the future, I will be able to ask a question. I will be able to ask you a question about it. And I will ask you, a question, I will ask you a question. количество библиотечных специалистов входит в состав секции? Мемберс are about 15 of our section. Еще один вопрос у нас от Марина Павловна Сахаренко. Марина Павловна? Нет? А кого? Нет, Женя, я не планировала. Извините, вы не... Спасибо, только могу сказать за интересное выступление. Посотрудничаем. Есть вопрос у Александры Багировой. Подскажите, пожалуйста, меня как научного сотрудника, конечно, заинтересовало, что вы участвуете в конференциях научных, допустим, университета Латвии. Какова тематика ваших исследований? Спасибо. What research work you're meaning? Like these sections? Research? Ну, давайте я уточню. То есть, ну, я увидела, что вы участвовали в ряде конференций, да, научных. Я так понимаю, с научными докладами, да? Если да, то сотрудники ваших секций, секции, да, участвуют в этих научных конференциях. И какова тематика доклада? I didn't understand the question. I'm sorry. Айга, вот я поясню. Вы озвучили конференцию, научную конференцию, это БИП. Я вот, к сожалению, не записала полного названия. Какие темы там заявлены? С какими темами вы выступали на этих конференциях? Ваши, члены вашей секции, с какими темами выступали? Да, спасибо. They participate there as a students, so the topics are very various. So I also present their story about our association activities, the main activities of the association and its history. And the students, they are presenting various that they are interested in to research the bachelor thesis or master thesis. So there are various thematic. Thank you. bibliothecaries по всему миру очень заинтересовала. А bibliothecaries, ну, из каких стран преобладали? Ну, я так понимаю, 19 человек, то есть это Европа, Запад, США, Канада, может быть, страны, как у нас называется, ближнего зарубежья, Украина, Белоруссия. Ну, я так понимаю, Россию вы активно приглашаете, попробуем, подумаем. Спасибо. У меня все. Айга, спасибо. Замечательный доклад. Дорогие коллеги, мы уже познакомились с профессиональными молодежными движениями США и Латвии, а сейчас я хочу представить вам нашего спикера из Москвы. Еще раз, Марина Павловна, вас представим. Марина Павловна Захаренко, заместитель директора по научной и методической работе Российской государственной библиотеки для молодежи, председателя молодежной секции Российской библиотечной ассоциации. И это не будет преувеличением с моей стороны, если я скажу, что никто, кроме Марины Павловны, не сможет рассказать нам лучше о состоянии развития молодежной библиотечной кадровой политики и в целом о работе с молодыми специалистами в нашей стране. Вам слово, Марина Павловна. Спасибо. Еще раз здравствуйте, дорогие коллеги. Сегодня именно я хотела бы рассказать о не о всем молодежном движении библиотечном нашей страны, а о деятельности молодежной секции Российской библиотечной ассоциации. Вот такую перед собой задачу я поставила. Я сейчас включу демонстрацию экрана, включу свою презентацию и продолжу. И должна сказать, что сейчас моя коллега из Риги передо мной выступала и говорила о том, что их ассоциация создана в 2009 году. Мы готовы похвастаться тем, что наша молодежная секция молодого еще тогда объединения профессионального Российской библиотечной ассоциации была создана в далеком уже теперь 2000 году. И в этом году нашему объединению молодых библиотекарей уже 20 лет. Понятно, что смена поколений идет, но секция существует уже 20 лет с 2000 года. И, конечно же, сейчас это на федеральном уровне площадка такая саморегулирующаяся, безусловно, потому что нельзя зарегулировать, да, деятельность молодых библиотекарей. Конечно, это объединяющая молодежь, площадка профессиональная, консолидирующая, координирующая. Такие функции мы перед собой ставим. И когда эта секция создавалась, безусловно, не было задачи формирования некой резервации молодых специалистов, а в большей степени это такая возможность неформального вовлечения молодых людей, которые приходят на работу в библиотеку, их неформальное вовлечение в деятельность всего нашего профессионального библиотечного сообщества. Такая задача остается и по сей день. Сейчас вы на экране видите тот перечень задач, которые молодежная секция РБА перед собой ставит. В силу экономии времени я не буду их зачитывать, вы все их видите на экране, а дальше я немного пройдусь по тому, какую деятельность ведет секция. Конечно, большую долю времени занимает проведение каких-то масштабных крупных общероссийских мероприятий, главный из которых это форум молодых библиотекарей, который проходит с 2006 года, и их состоялось уже восемь. В этом году должен был состоять девятый форум молодых библиотекарей России, как раз на Балтике, в городе Калининграде, и он перенесен на будущий год по понятным всем нам причинам. Еще одно крупнейшее событие года это Российский Молодежный Библиотечный Конвент, который объединяет всех молодых библиотекарей страны, он проходит раз в два года, так же как форум молодых библиотекарей, и на будущий год состоится молодежный библиотечный конвент на базе библиотеки, которую я представляю, Российская государственная библиотека для молодежи, которая является штаб-квартирой молодежной секции Российской библиотечной ассоциации. В регионах стран нашей огромной страны проходит большое количество различных мероприятий с участием молодых библиотекарей, по инициативе молодых библиотекарей, ориентированных на молодых библиотекарей. Сейчас вы на экране видите цифры за несколько лет. Количество этих мероприятий – это только те, которые попали в поле зрения молодежной секции, те, про которые мы знаем, в организации которых мы в большей части участвуем. Вот такое количество, их, возможно, и больше. Ну, зачем нам нас за числом? Но я должна сказать, что в числе этих мероприятий большое количество ориентированных на образовательную составляющую по принципу молодые-молодые. Связано это с тем, что этот обучающий характер различных наших профессиональных встреч, он исходит из того, что в отрасль приходит большое количество молодых людей, но не имеющих профильного библиотечного образования, и им нужно помочь адаптироваться в нашей профессии, поэтому большое значение имеет проведение вот такого рода наших профессиональных встреч-мероприятий. Безусловно, важным моментом такой отраслевой работы с молодыми библиотечными специалистами имеет проведение самостоятельных заседаний молодежной секции в рамках ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации. Для наших перебежных коллег поясню, что библиотечные конгрессы и ассоциации ежегодно проходят в разных регионах страны, что дает возможность подключить библиотекарей конкретного региона в большей степени, показать библиотечную составляющую культуры того или иного региона. И каждый год заседания приходят в молодежной секции в рамках этой большой библиотечной конференции, самого крупного события на библиотечной карте нашей страны. И заседание молодежной секции всегда проходит в разных форматах, очень насыщенно. Обязательным элементом является проведение традиционного заседания с представлением докладов молодыми специалистами. Важно, чтобы молодому человеку дали возможность высказать, представить свой проект, представить свое направление деятельности, представить свою профессиональную часть жизни на суд таких же молодых сотрудников других библиотек страны. Мы считаем, что это очень важно. И здесь же мы делимся и деятельностью молодежно-профессиональных объединений, какими-то лидерскими проектами персональными. Это все вот в этой первой, в основной части. На заседаниях всегда царит максимально дружелюбная и заинтересованная такая вот атмосфера. Здесь несколько фотографий, как раз которые покажут ту самую атмосферу, которая у нас царит. Еще с первых заседаний секции с начала 2000-х годов всегда в практику вошло проведение таких дополнительных мероприятий, помимо основного заседания, которое проходит в первой половине дня, и обучающего характера, да, в том числе во второй части нашего заседания, мы ее так и называем образовательное. И они, мероприятия эти бывают очень разные, тренинги, какие-то мини-конференции. С 2017 года в практику самостоятельного заседания секции вошло проведение мастер-класса молодежного библиотечного лидера «Моя работа в библиотеке. Цели достижения перспективы» или «Как взрастить в себе профессионала». Идея принадлежит участнице сегодняшней нашей встречи, она не выступает, но присутствует здесь в качестве участника, Елена Михайловна Агарина, и она вышла с такой инициативой, и первой из серии вот такой презентации молодого библиотечного лидера она выступила в 2017 году с мастер-классом. Алена представляет Новосибирскую областную юношескую библиотеку, она же является, что для нашей сегодняшней встречи, наиболее важный момент, президентом гильдии молодых библиотекарей Новосибирской области. И вот с ее легкой руки такие мастер-классы проходят ежегодно, и разные у нас лидеров много, недостатка мы в этом не испытываем, поэтому ежегодно мы проводим такой мастер-класс, чтобы для начинающих людей, которые только пришли в нашу профессию, которые еще не погружены в нее, которые только первые шаги делают, для них важно понять, какой путь прошел их коллега, как он пришел в профессию, как он добился успеха. Такие мотивирующие мастер-классы, на мой взгляд, очень-очень нужны, и мы эту зародившуюся традицию будем продолжать вести, чтобы молодежь рассказывала о своих профессиональных достижениях. Обязательным элементом вечерней программы заседания секции и, наверное, наиболее запоминающимся событиям, на которые приходят еще и наши коллеги с разных других секций, проведение такого неформального мероприятия «Сто вопросов по разным». И спикером выступают разные известные в нашей отрасли, в нашей стране люди. Это был президент РБА, это были директора федеральных библиотек. В силу экономии времени я не буду называть фамилии, вся информация доступна, и если интересно, я могу, конечно, потом это представить. Были у нас и лучшие библиотекари года, победители конкурса. Идея была в том, чтобы молодые люди, приехавшие из разных регионов нашей большой страны, смогли в неформальной обстановке пообщаться с очень успешным лидером водорослей. Это тоже такой еще один мотивирующий момент, который ориентирует на сгребление в профессии пришедших молодых специалистов. Они, конечно, помогают эти встречи получить вопросы, которые молодежь волнует. И дают, можно сказать, профессиональную подпитку на дальнейшую работу. Вот вы как раз можете видеть на экране фотография в нижнем углу, как раз написано сто вопросов по разным. Это спикер, в данном случае Вадим Валерьевич Дуда, директор Российской государственной библиотеки. Ежегодно в программу конференции, конечно, заключаются разные другие мероприятия. Зачастую предлагаемые принимающей стороной того или иного региона. Также важный такой момент. Секция уже с 2012 года проводит такую церемонию. Как правило, это проходит уже в последний день работы конференции на завершающем пленарном заседании посвящение в профессию с вручением профессиональных сертификатов молодым библиотекарям того региона, который принимает конференцию, конгресс вот этого года. И в сертификате там написано, что он демонстрирует, что молодой человек уже пришел в профессию нашу, демонстрирует уверенность в правильности сделанного выбора и тем ценностям и стремлением в нашем профессиональном сообществе, стремлении к самосовершенствованию и развитию. Там ведь ИВАД длинный текст такой, нам сейчас с вами это не важно, но сам факт, что собирается группа очень молодых, которые только пришли, которые еще менее года проработали в библиотечной сфере региона и из рук президента Российской библиотечной ассоциации они получают этот сертификат и какой-то памятный подарок. Им говорятся очень красивые, вдохновляющие слова. Это очень, опять же, мотивирует такой еще один штрешок показать, что мы рады, что ты пришел в эту профессию и давай, нам с тобой здесь повезло, так сказать, и давай вместе что-то делать. Это здесь, на слайде вы видите саму церемонию, итоговые фотографии, сделанные в разных городах. Молодежные секции Российской библиотечной ассоциации учреждены наградой. Сейчас, как ряд наградных всего, вот две на сегодняшний момент, почетная грамота. Вручается она не каждый год, но достаточно часто тем людям в нашей сфере, которые проявили, какой-то вклад сделали в развитие молодежного библиотечного движения страны. И на протяжении вот уже, наверное, порядка лет семи мы ежегодно вручаем в День библиотек 27 мая лучшим студентам, которые обучаются в нашей профессии в Московском государственном лингвистическом университете, в Московском государственном институте культуры. Вручаем специальный диплом за успешную учебу, общественную активность. И таким образом тоже приглашаем их вступать в наши ряды, получившие профессию уже библиотекаря, поступать на работу и вступать в ряды молодежного библиотечного движения. Следует отметить и вспомнить, что у нашей секции есть своя символика. В 2015 году был проведен конкурс, и по конкурсу была выбрана эта эмблема секции, мы ее используем до сих пор. И что отличает нашу секцию в положительном плане, у нее есть свой информационный партнер. И та площадка, информационный рупор, дающий возможность молодым специалистам библиотек публиковаться, высказывать свои идеи, предлагать свои идеи, демонстрировать свои успехи, заявлять какие-то проблемы. И это очень в положительном смысле отличает нашу тексту и вообще наше молодежное библиотечное движение от всех других профессиональных групп, потому что это очень специализированный, такой правильный журнал, направленный на поддержку молодых специалистов, именно молодых специалистов, начинающих. И главный редактор и учредитель этого журнала и тот человек, который и создавал эту секцию, села круглый стол, потом секцию, молодые библиотечные в деле до 2014 года, с 2014 года с октября, это молодежные секции, Татьяна Сергеевна Макаренко, очень опекает молодых библиотекарей до сих пор, и очень комфортно с ней работать с точки зрения публикации своего материала, поэтому слушающих сейчас меня, молодых людей, очень призывают там публиковаться. Есть возможность отшлифовать свой стиль, есть возможность получить хорошую, добротную публикацию, она очень бережно, Татьяна Сергеевна всегда относится к работам молодых людей, понимая, что для них это пока еще опыт такой нарабатывания. И должна сказать, что завершая уже свое выступление, что в этом году молодежная секция выступила партнером молодежного, самого творческого молодежного форума Таврида. Наши зарубежные коллеги, возможно, не очень в курсе, но у нас в стране очень мощно развито такое молодежное форумное движение. Форумов проходит достаточно много, не библиотечных, а в принципе молодежных. И в данном случае вот такой творческий форум Таврида. В этом году проходит смена творческой антишколы региональной привлекательности, в числе которых участвуют и молодые библиотекари, и молодежная секция Российской библиотечной ассоциации, и Российская государственная библиотека для молодежи, являются авторами и организаторами образовательной программы этой смены. Я тоже считаю, что это вот определенные такие заслуги и секции, и библиотеки в этом. И с удовольствием, с интересом буду ждать результатов работы на творческом этом форуме наших молодых библиотекарей. Проекты представлены ими очень интересны. Я думаю, работа будет взаимодополняемой и взаимообогащающей всех нас. Ну и главное в любом деле – это, конечно же, люди. В постоянном комитете сейчас нашей секции, вот нас шесть человек, я председатель и еще пять членов постоянного комитета. Кроме этого, у нас вокруг секции огромное количество заинтересованных наших коллег, активистов секции, которых мы тоже, естественно, числим рядышком с нами, как члены постоянного комитета. Всех, безусловно, не представишь, но у нас активное библиотечное сообщество. Хотя вот не зря я спросила и не задала вопрос Лойде по поводу исследований. Мы обладаем цифрой по кадровому составу, который мы можем получить из формы статистического наблюдения, формы шестинка. Мы можем увидеть тот небольшой процент молодых специалистов, работающих в библиотеках России. И, на мой взгляд, важно понимать то, что нам нужно делать усилия по привлечению молодежи в библиотеки. Я понимаю посыл зарубежных коллег о том, что важно говорить не о возрасте, а о том, что человек только что пришел в библиотеку работать, и он новый специалист, а не молодой. Но все-таки, на мой взгляд, важно думать и в другом направлении, и по привлечению молодежи в профессию, чтобы сама же Лойда и сказала, у них энергия, у них задор, у них новые компетенции. Поэтому очень важно, чтобы в профессию приходили именно молодые специалисты, заинтересованные в развитии библиотечного дела страны. Поэтому я считаю, что то, что мы делаем, это очень важно по развитию молодежного кадрового состава Библиотека России. На будущий год мы обязательно проведем исследование, которое было проведено в 2010-2011 годах. Молодежный кадровый ресурс Публичный библиотек России. Прошло 10 лет, и мы готовы провести по той же методике еще раз, чтобы получить сравнительные данные и увидеть картину, что происходит с молодежным кадровым составом Публичный библиотек России. Спасибо большое. Я готова ответить на вопросы, если таковые появятся. Есть ли вопросы, коллеги? Поднятые руки пока не имеют. Возможно, Алена что-то прокомментирует. Алена Михайловна, не стесняйтесь, скажите что-нибудь. Если есть такая возможность, если микрофон работает. Коллеги, всем добрый день, меня слышно, да? Да. Я не знаю, меня тут отвлекали коллеги, я всех приветствую от имени Библиотечно-молодежной Новосибирской области. Безусловно, мы рады, что у нас есть такая наша своя молодежная секция Российской библиотечной ассоциации. Безусловно, то, что это нас объединяет, вдохновляет, мотивирует. И во многих городах, в селах существуют свои профессиональные молодежные объединения. И, наверное, будет актуальным сказать коллеги, что у нас выпущено издание, Марина Павловна, вы не говорили, наверное, да? Про издание «Молодежь, объединяйся» — это методические рекомендации по созданию молодежных профессиональных библиотечных объединений. Мы считаем важным, когда на базе разных библиотек создаются свои объединения, и понимаем, как важно организовывать эту работу в правильном направлении. Потом решили создать такие пошаговые инструкции, как создать молодежное объединение. Поэтому, коллеги, если вдруг вас заинтересует, я думаю, что в ближайшем времени данное издание будет на сайте Российской библиотечной ассоциации. Вы можете его скачать, пользоваться. И, безусловно, я думаю, что и по линии молодежной секции РБА, и по линии нашей общественной организации и других профессиональных молодежных объединений будем рады сотрудничеству. Интересные выступления. Вот отмечали коллеги о том, что молодые библиотекари выступают для студентов, да, по-моему, такой был представлен опыт работы. Мы тоже в Новосибирске это делаем. Когда библиотечная молодежь выходит в учебные заведения, где готовят библиотекарей, и выступает перед ними как открытые лекции, мастер-классы, обсуждение каких-то вопросов, связанные с профессиональной адаптацией начинающих молодых библиотекарей. Поэтому спасибо организаторам за проведение данного мероприятия. Я думаю, что будет еще интересный разговор в дальнейшем. И добро пожаловать в Новосибирск. Будем рады видеть наших коллег для дальнейшего общения. Спасибо. Спасибо за вашу ремарку. Марина Павловна, у меня был вопрос, но вы его, можно так сказать, на него ответили. Я хотела понять, почему такая разница в подходе. Новые специалисты, новые профессионалы за рубежом и молодые специалисты в России. Да, Евгения, я давно озаботилась этим моментом, потому что мне хотелось узнать, ну, условно, что у них, да, как там работают с молодыми специалистами. И столкнулась с такой проблемой, что там больше, там, везде практически во всех, и в Америке, и в Европе, в основном оперируют понятием новые профессионалы, new professionals. Или там еще есть понятие по профессионалу переходного периода, когда специалист пришел работать в библиотеку, но он не имеет профильного образования, и он еще не может называться профессионалом библиотечного дела, он еще не может занимать должность библиотекаря. Их так и называют профессионалы переходного периода, ну, или вот новые профессионалы, которые пришли работать в отрасли, имея уже какую-то другую специальность, имея какой-то другой профессиональный бэкграунд в другой отрасли, но пришли работать в библиотеку, и им нужно помочь адаптироваться, их нужно погрузить в нашу профессию, да, как я всегда говорю языком Аркадия Васильевича Соколова, о библиотече их надо. И, соответственно, вот на это нацелены достаточно много, ну, почти в каждой стороне есть некие группы, либо это отдельные ассоциации, либо это также, как у нас, секция внутри большой ассоциации, либо это какие-то отдельные обучающего плана, такие проекты, да, которые помогают им адаптироваться, но мало где говорят именно о возрасте, затрагивая возраст. Вот, поэтому и это, и тот, и тот подход, на мой взгляд, имеет право быть, и имеет свои, действительно, ну, вот посылы такие в каждой стране свои. В некоторых странах есть и молодежные также объединения, молодежные ассоциации, и подход такой по возрасту в том числе. Ну, вот большинство оперируют понятием «новый профессионал». Куда молодежь так или иначе входит, да, но это разные подходы совсем. Я занималась изучением этого вопроса. Вы ответили на мой второй подвопрос. Вам задать, хорошо это или плохо, это разница. Хорошо, не плохо, это разные подходы. Да, 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 спасибо большое, спасибо. Дорогие коллеги, если нет вопросов, заключение есть? Евгения, можно я, Марина Павловна, можно я вам по традиции, раз я сегодня... Я ждала, Александр. Марина Павловна, подскажите, пожалуйста, а вы сотрудничаете с молодыми специалистами вузовских библиотек, и чем вот это вот общение, может быть, вы как-то их направляете в какое-то русло определенное? Ну, я как специалист, который... Вы знаете, в отдельной категории, конечно, нет. Здесь нет смысла, да. Есть, мы сотрудничаем как? Через мероприятия, понятно, через консультирование, да, через молодежное общественное объединение, которое также есть и в вузовских библиотеках. Здесь не имеет особой разницы, здесь по содержанию работы, да, но по сути своей есть молодежные объединения на уровне отдельных библиотек крупных, есть отдельных централизованных библиотечных систем, есть на уровне региона, межрегиональных, есть на уровне отдельного вуза, да, молодежные объединения. И, собственно говоря, вот по этой линии, да, конечно, сотрудничаем. С точки зрения участия в наших мероприятиях крупных, вообще российских или межрегиональных, с точки зрения участия молодых специалистов в вузовских библиотеках или публичных библиотеках, здесь тоже все, да, они тоже участвуют, естественно, и мы общаемся все вместе. Другое дело, что какое-то количество лет назад проводился конкурс на лучшую работу молодых ученых и специалистов в библиотечном деле. И вот тогда, конечно же, участие специалистов, представляющих вузовские библиотеки, было более существенно, чем участие специалистов, которые работают в публичных библиотеках, даже пусть регионального масштаба. Но этот конкурс как-то себя немножко изжил, и, возможно, стоит к этому вернуться. Возможно, стоит к этому вернуться, к проведению такого конкурса, чтобы вот подтянуть науку, как говорится, и тема сегодняшней нашей встречи, да. Но пока вот так. Спасибо большое. У меня, на самом деле, такой вопрос возник, потому что много лет проработала в вузовской библиотеке. Но вот, к сожалению, нас не информировали, как-то прошла мимо нас эта информация. Очень жаль. Спасибо большое. Очень интересно все, что вы делаете. Не было потребности в этом. Важно, чтобы составляющие были, чтобы встречное движение, чтобы то, чем мы занимаемся, когда нашло отклик у вас, а внутри была потребность или что-то вместе делать молодежи, или объединить? На самом деле, Марина Павловна, была потребность. Мы обращались к руководству. Тогда действительно были молодые специалисты. Хотелось чего-то делать, но в итоге взаимодействовали со студентами, делали что-то внутри вуза. Вот как-то немножко мимо нас прошло. Очень жаль. Потому что очень все интересно, все, что вы делаете, замечательно. Что нет у нас позади, то есть впереди, Александра. Спасибо, коллеги, спасибо. Спасибо большое, Марина Павловна. Уважаемые коллеги, и в заключении первой части нашего круглого стола с целью плавного перехода к научной тематике я хочу представить вам следующего спикера из Лондона. Кэти Мак-Эвенек, куратора славянских и восточноевропейских библиотечных коллекций, научного сотрудника Британской библиотеки, которая поделится с нами своим исследовательским опытом на базе Британской библиотеки. Кэти, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Евгения. И спасибо за приглашение в конференции. Передаю вам слово. Спасибо, Евгения. Итак, сегодня я буду поговорить о возможности для young researchers в Бритих Либрри. Бритих Либрри plays a key роль в украинском сообщее и работает с международными и международными партнерами to support and stimulate research of all kinds. It leads and supports research projects, supervises a range of collaborative PhDs, research placements and fellowships, and runs a regular programme of training events. The library has a dedicated research development team that oversees all of its research activities. Today, I will focus on four different types of opportunities that are available for young researchers at the British Library and some of the many, many vital ways in which they contribute to the library's work. I will then discuss my own experience as a former doctoral researcher at the institution and I'm very happy to answer any questions you might have afterwards. So for the past few years, the library has held annual doctoral open days across a range of disciplines and subject areas from the Middle Ages to the 21st century. These sessions are run in collaboration with curatorial staff with the aim of offering first-year PhD students an introduction to the practicalities of using the library and help in navigating our physical and online collections. As well as a show-and-tell session of collection items relevant to their research, the days also include advice on reader registration, handling and collection care, and digital scholarship. Due to the pandemic, it is hoped that the doctoral open days will move online this year. As we have seen with other events and conferences, while they have their challenges, this online format will hopefully enable more students to take part. So I'm now going to talk about PhD placements at the British Library. So the library also runs an annual placement scheme for doctoral researchers. This scheme offers students from all disciplines the chance to develop and apply transferable skills and expertise outside the university sector. Projects cover activities ranging from vital support for cataloguing, conservation, and interpretation to policy research, resource development, and research engagement. Placements typically last for three months. And examples of recent placements include a project to catalog, digitize, and promote the collection of First World War posters from France, which you can see here, a blog post about this project and a poster from the collection. And another example of recent PhD placement was using the UK Web Archive to explore how ethnic minorities voted in the EU referendum. The library co-supervises doctoral research in partnership with universities from across the country, covering a range of disciplines and subject areas. This includes a number of projects developed through the Arts-Humanities Research Council's Collaborative Doctoral Partnership Program, which are co-supervised by a group of approximately 30 national cultural institutions. And among these are included the National Gallery, the British Museum, and the National Museum of Scotland. Each year, the British Library offers three funded projects, which are developed by curatorial staff. Since the scheme began in 2013, there have been over 30 collaborative doctoral partnership projects, including how smartphones are changing storytelling, researching American political pamphlets from between 1919 and 1945, and working with the library's Arabic manuscripts from West Africa in connection with an exhibition and using digitised newspaper collections to explore attitudes towards immigration in 19th century Britain. So you can see a whole range of projects and you can see on the screen I've included examples of projects from the British Library but also other cultural institutions in the UK. The library is particularly keen to support projects that generate accessible research resources which open up the British Library to broader user audiences. It's also keen to explore the contemporary resonance of our collections in national and international contexts and to promote the use of our collections in combination with collections based at other cultural institutions. and to date the research outputs have included exhibitions, blog posts, articles, bibliographies, events, the creation of metadata, web archives and more. Students receive professional development training from the British Library and the wider Collaborative Doctoral Partnership Consortium of museums and galleries including sessions on copyright, ethics and putting on exhibitions. In addition, the students are able to take part in a range of activities at the library from reading groups and conferences to staff networks and social events. The scheme is a fantastic way to gain valuable professional experience in the heritage sector and many Collaborative Doctoral students go on to work in cultural institutions. Now I'm going to talk about international fellowships at the British Library. Another development opportunity for young researchers and professionals is the Chevening British Library Fellowship. This fellowship is a collaboration between the UK Foreign Commonwealth and Development Office and the British Library and it offers international experts a year-long professional project-based placement. Fellows work with the library's extensive collections to enable new types of research and in turn benefit from the professional expertise of our staff. Each year the library welcomes two fellows from different countries and to date it has hosted eight library professionals from around the world including Nigeria, Serbia and Jamaica and they've worked with a range of collections and departments. Last year's projects included research on digitised archival material from Latin America and the Caribbean and research on the British Library's African language printed books collections. As well as providing an excellent professional development opportunity for researchers and librarians from around the world the fellowship also helps to strengthen and establish relations between the British Library and international institutions. Later this year my colleague and I hope to welcome a Chevening Fellow from Ukraine who will work on enhancing metadata created for the digitisation of books and archival documents written by or about the Ukrainian poet, writer and artist Taras Shevchenko. So I'm now going to talk a little bit about my own experience as a former collaborative doctoral researcher at the British Library. So between 2014 and 2017 I was based at the British Library as a researcher and the project was developed in connection with the British Library's 2017 centenary exhibition Russian Revolution Hope Tragedy Myths. As part of the curatorial team for the exhibition I was involved in researching, selecting, translating materials, developing storylines and concepts. I also created and edited content for the exhibition publication and website and developed and delivered workshops to high school students and teachers. My own doctoral research on women, journalism and the Russian Revolution was strongly informed by the British Library's collections. In particular the H.W. Williams papers which are a collection of Russian, French and English language documents relating to the Russian Civil War. As part of my work at the library I also catalogued these papers using IAMS integrated archives and manuscript system to make it more accessible to other researchers. My work on this archive as well as broader topic of my thesis has led to a number of British Library blog posts as well as two peer-reviewed publications. One of the most valuable and rewarding aspects of working on an exhibition as part of a CDP is the chance to see how it takes shape over the three-year period. From the early research and brainstorming stages through to the opening and you can see here some pictures from the opening of the exhibition in 2017. I benefited immensely from the knowledge, experience and support of wider academic and exhibition teams as part of this project and working with the library also gave me the opportunity to discuss my work with staff from across different departments and to share my research with the public via the library's European Studies blog, its promotional film project and exhibition website. this in turn has led me to explore new avenues of research and ways of communicating my work. I also benefited from a wide range of training, networking and events that were available as well. After completing my PhD I worked for a year at Cambridge University Libraries and in 2019 I was fortunate to be appointed as curator at the British Library. So the experience I gained during the time I worked as a collaborative doctoral researcher was invaluable to my work and professional development and I'm extremely grateful to have had this opportunity. So please feel free to ask any questions that you might have about research at the British Library and any opportunities. Thank you. right now I'm working on a number of different projects and I'm still involved in cataloging the archive I mentioned in my presentation and writing articles and researching the history of this archive and the collections. I'm also I mentioned that we're going to welcome an international fellow from Ukraine to work with our Shevchenko collections. So I'm also working on this and yeah a number of different things also working on publications relating to displaced persons during the Second World War and after the Second World War from Eastern Europe as well. Colleague есть ли вопросы? Я вижу Александра Вагирова хочет что поделать. Да. Пожалуйста, Александра. Стало уже традицией. Почему бы нет? Хорошая. Есть хорошая традиция. Добрый день, Кэти, подскажите, пожалуйста, Вы проводите свои исследования в рамках… Знаете, мы проводили такое исследование, как участие библиотекарей в качестве такого сопровождающего библиотекаря, который сопровождает какое-то научное исследование. Вот участвуете ли вы в подобных исследованиях в рамках Embedded Librarianship, то есть встроенное библиотечное дело? Вот когда вы в качестве сотрудника библиотеки помогаете в каком-то конкретном научном исследовании, допустим, на кафедре университета? Спасибо. Продолжение следует... Yes, so all the projects I mentioned are carried out in close collaboration with library curators and library staff. So we help to mentor students, and we also do have contact with universities. I'm actually, in a few weeks' time, I'm going to do an online workshop for university students researching topics on Russia and women. So I'm going to give them an online workshop. We're going to talk about different sources that are available to them, physical sources, online sources, and some of the... Helping them to access the library and not to feel scared about accessing our collections. So we do lots of outreach and educational work as well. Thank you, Katie. Thank you, Katie. In this case, do they take you as authors of their work, if it is published? So when I talk about the workshop, this is undergraduate students, so in this case, this is, you know, this is their undergraduate dissertations and things. But in the case where we are named as research partners on a project, absolutely, the library is named as co-authors. And there are many different projects. The library works with universities as well. Yes, so lots of different opportunities. Katie, is your big research group in all of the entire bibliography? I mean, we have a lot of, I don't know the exact number at the British Library of Curatorial Staff, but I mean, in my section, for example, we have about 14 members of staff working on different projects. Of course, we also, we're acquiring books, we're doing lots of different things as well, not just sadly research, but yes, we have a lot of different staff and lots of different projects. Thank you very much, very interesting. Спасибо, Кэти. И сейчас здесь мы проведем такой небольшой мозговой штурм обсуждения, а что же нужно сделать для того, чтобы в библиотечном деле научные исследования молодыми специалистами проводились более активно. Конечно, мы в первую очередь будем говорить о тех библиотеках, которые уже сейчас занимаются научными исследованиями, но исходим из того, что и в публичных библиотеках научные исследования ведутся и могут вестись с новой силой. Вот давайте поговорим на эту тему, когда все исходные данные у нас есть. Да, мы знаем, что у нас есть прекрасная библиотечная молодежь, которая реализует множество проектов самых различных, и возникает вопрос принципиального характера. А что же сделать такого, чтобы библиотечная молодежь активнее работала именно в науке, чтобы двигала именно библиотечную науку? И здесь хотелось бы задать первый вопрос уважаемой аудитории. У нас такое свободное обсуждение, поэтому если у вас есть реплика, включайте микрофон и высказывайтесь. Итак, вопрос следующий. Что мы можем сделать, как молодые специалисты, наверное, сложно сказать, но давайте так, как люди, которые влияют на жизнь молодых специалистов. Что мы можем сделать, чтобы у библиотекарей, которые пришли в библиотеку, будь то молодые профессионалы, точнее начинающие профессионалы, новые или действительно молодые люди, что мы можем сделать, чтобы интерес к науке возрос, к научной деятельности? И вот здесь я бы хотел сначала выслушать Кэти, которая только что сделала прекрасный доклад. У вас, как мы понимаем, вот этот процесс притока молодых кадров в библиотечную научную деятельность налажен неплохо, но мы видим это по вашему личному примеру. Может быть, вы начнете это обсуждение? Как вы считаете, что может делать библиотека для того, чтобы библиотекари, молодые библиотекари, те, кто недавно пришли в профессию, занимались исследованием? Спасибо. Thank you for your question. I think it's very important that we try and reach a wide number of potential professional students and that we make sure, as Loida spoke about in her presentation, that we make sure the profession is diverse, that we're attracting a diverse range of researchers and professionals to the profession. So I think thinking as curators, as professionals, thinking carefully about the types of projects that we want to invite people to take part on and making sure that opportunities are advertised widely, that there are not too many barriers to accessing these opportunities. I think funding is a big issue, unfortunately, because, I mean, luckily, a lot of the opportunities I spoke about are funded, obviously, limited numbers, but, yes. Yes, so we need to make sure these opportunities are inclusive and that, yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Я думаю, что есть как минимум два очевидных пути, с которых можно начать. Во-первых, вовлекать молодежь в уже какие-то реализуемые проекты библиотеками, крупными, потому что если мы говорим о научных исследованиях, то их, конечно же, проводят только крупные библиотеки, которые имеют для этого возможности и кадровые, и финансовые, и так далее. Поэтому вот вовлекать молодежь сюда. И второй такой очевидный тоже путь – это проведение, опять же, конкурса на научные разработки, научные проекты, таким образом вовлекая, опять же, молодежь в развитие той или иной темы на нашей большой теме библиотечное дело. Это вот так вот очевидные такие две позиции, наверное. Потому что сейчас, да, сейчас это проблема. Молодежь очень крайне редко участвует в каких-то исследованиях. Хотя примеры, вот я сейчас сижу, размышляю по этому поводу. Даже в нашей небольшой библиотеке два человека завершают уже подготовку диссертационных исследований. И будем надеяться, в скором времени мы получим новых молодых кандидатов наук. Спасибо. Сейчас я передаю слово одному из наших экспертов. Я видела Мила Рунверт, она подняла руку. И позвольте представить мне ее. Мила Рунверт – библиотекарь, предметник Национальной научно-технической библиотеки Германии. ТИП является центральной архивной библиотекой и Национальным библиографическим центром. Ведет крупные научные проекты. Мила вам слово. Мила Рунверт – библиотекарь, библиотекарь, библиотекарь. Мила Рунверт – библиотекарь, библиотекарь. Мила Рунверт – библиотекарь, библиотекарь. Мила Рунверт – библиотекарь, 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 библиотекарь. Мила Рунверт – библиотекарь, библиотекарь. Мила Рунверт – библиотекарь, библиотекарь. Мила Рунверт – библиотекарь, библиотекарь, библиотекарь. Мила Рунверт – библиотекарь, библиотекарь, библиотекарь. So I think that the times we live in right now with corona and with the political instabilities that might be there or might be only felt, that gives a lot of sense of meaning to young researchers. Thank you very much. Thank you, Mila, for this reply. I would like to add a little bit of a topic. We already discussed the topic, how to bring the students to the work of the bibliography. Let's finish this topic and move on. Here are some comments. Please. Please. Elena Borisovina, we see your hand. We are going to introduce you. Please. 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 Elena Borisovina. Elena Borisovina. Yes. Hello. 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 молодежной аудитории, и очень приятно видеть и Милу Рунверт, и Гаухара Башмановну, и Марин Павловна вас вот в таком необычном формате. Все, многие из вас были в Иркутске, да, на Любвее 2019, но сейчас вот мы продолжаем в таком формате. Очень приятно, что вы, молодые, заговорили о науке в библиотеке. Марин Павловна сказала, что вот, да, есть у вас два сотрудника, которые занимаются научной деятельностью, но в крупнейших библиотеках России, вот в федеральных, это действительно так, исследования ведутся, и молодые в этом принимают активное участие. Вот пока я вас слушала, я просто посчитала немножечко, вот наше ГПНТБ Сибирского отделения Российской Академии Наук, у нас в штате 38 8 кандидатов наук, и из них 9 молодых. Ну, молодые специалисты в России, это до 39 лет, вот так у нас обозначено. В основном, если говорить о нашей библиотеке, у нас 5 научных проектов, и вот эти молодые граждане, они участвуют в проекте по редкой книге и в такой области, которая сейчас всех интересует, это наукометрия. И вот среди вас даже, это вот уже кандидаты, которые, это специалисты, которые получили ученую степень, и среди вас вот Александра Валерьевна Багирова, которая активно задает вопросы, Роман Михайлович Паршиков, которые занимаются научными исследованиями в нашей библиотеке в рамках научных проектов, которые ведутся. Дальше я видела там Иоанну Александровну Стукалову, которая вот только перешагнула этот порог из молодых библиотекарей, ну, чуть старше, да, тоже она кандидат наук. То есть, как мы привлекаем? Мы, естественно, привлекаем их в научные проекты на, как полноправных участников. И дальше, в России есть такой институт аспирантура, да, раньше еще было соискательство. Конечно, молодые должны заниматься наукой. У нас сейчас идет прием в аспирантуру, в понедельник будет экзамен. Вы знаете, у нас конкурс, у нас на пять бюджетных мест, по-моему, 12 человек. Это же хорошо? Замечательно. И там география очень широкая. У нас есть представители Калининграда, которые решили вдруг поучиться в Сибири, не только наши сибиряки. И люди не только из сферы библиотековедения, библиографоведения, книговедения, но и из других отраслей. То есть, там есть педагоги, которые хотят заниматься в научной работе. Поэтому варианты привлечения разные. Мы должны, вот мы, пожилые, да, пожилые ученые, которые уже имеют опыт, большой опыт работы, должны их активно привлекать в свои научные проекты. У них новые идеи, у них новое видение, отвечающееся от наших. И мы должны их не бояться, а наоборот, очень сильно вовлекать. Вот это мое мнение. Так что наука в библиотеках есть, и она должна развиваться. И есть будущее науки в библиотеках. Спасибо большое. Я желаю вам успехов. Хорошо, что молодежная секция РБА вас ведет так прямо за руку, проводит такие интересные мероприятия, все вот эти вебинары, вот в новых условиях, но и не только в новых. Конференции. Ну, есть возможность вам раскрыть свои таланты. Успехов. Елена Борисовна, спасибо большое. Елена Борисовна, позвольте представить вас. Елена Борисовна возглавляет научно-методический отдел ГПНТБ «СОРАН». Спасибо большое за такое ценное замечание, за ваши сообщения, мини-сообщения, адресованное ко всем нашим участникам. Спасибо большое. Может быть, еще есть реплики на этом этапе. Кто-то хочет включиться в обсуждение, пожалуйста, включите микрофон и можете сделать какой-то комментарий. Тогда я позволю себе продолжить. Итак, друзья, мы с вами обозначили как минимум две ключевых мысли. Первое. Можно активнее привлекать ученых и тех, кто только начинает заниматься наукой, докторантов или в нашем случае аспирантов в случае с Российской Федерацией. И таким образом, скажем, реализовывать многие интересные научные проекты. И вот с подачи Елены Борисовны я предлагаю перейти к другому аспекту. Собственно, поговорить о том, а внутри библиотеки. Именно библиотечная наука не как некоторый партнер, компаньон для других исследований, а как самостоятельный феномен. Как может библиотечная наука измениться, в какую сторону она может меняться, чтобы быть более интересной и востребованной для молодого поколения? Вот эта формулировка, которая, мне кажется, очень точно формулирует нерв нашего обсуждения сегодняшнего, Елена Борисовна сформулировала следующим образом эту мысль. Новые идеи и новое видение у молодых. Не нужно этого бояться. А вот какое это новое видение? Какие эти новые идеи? Давайте поговорим об этом. Ведь, по большому счету, для библиотечной науки есть вызов, с которым мы еще должны справиться. Мы должны изучить книгу и чтение в совершенно новых условиях и с совершенно новых позиций. Но если взять феномен чтения, мне кажется, это важные разговоры, мы могли бы здесь подискутировать. Чтение в цифровом формате, цифровое чтение является и для психологии, и для педагогики, и для филологии, и для библиотечного дела такой междисциплинарной дисциплиной. И есть о чем нам говорить, есть какие исследования инициировать, и многое еще остается неизвестным. Как, собственно, влияет цифровое чтение на формирование личности человека, который с первых дней своей жизни практически оказывается в цифровом пространстве, и для него чтение в социальных сетях является основным видом чтения, то есть для кого-то единственным. И здесь множество есть интересных моментов. Не знаю, как наши зарубежные коллеги, а в России термин «клиповое мышление» стал уже просто, как сказать, набившим оскомину термином, что молодые люди в цифровой среде, читая, потребляя информацию, формируют клиповое мышление, то есть мышление, которое не позволяет работать с большими текстами, с большими массивами информации, и позволяет видеть только какой-то небольшой участок и, в общем, с ним работать. Хватает внимания, чтобы, скажем, посмотреть большой фильм скучный или прочитать большую скучную книгу. Ну, условно так это скажем. И это только вершина айсберга. И если говорить о феномене цифрового чтения, а чтение – это, согласимся, ключевая тема, которую должна исследовать библиотечная наука. Чтение как феномен. Вот давайте поговорим об этом. Какие здесь могут быть интересные повороты, какие могут быть интересные темы и для молодых специалистов, и вообще, может быть, здесь подискутируем. Может быть, это и не актуально, и все уже исследовано давно, и так далее. Вот предлагаю поговорить на эту тему. Так, у нас есть некоторые эксперты, которые еще не высказывались. Предлагаю высказаться. У нас присутствует Асель Лахаева из Турции, докторант факультета фольклористика в университете Хаджитепе в Анкаре. Вот, может быть, включитесь в обсуждение, Асель. Асель, добрый вечер, вы с нами? Включите, пожалуйста. Да, да, я с вами. Здравствуйте. Пожалуйста, подхватывайте знамя нашей дискуссии. Я думаю, вам есть что сказать. Да, да, да. Мне вообще очень понравилась сегодняшняя дискуссия. Это очень востребованная тема в данный момент, в период пандемии, даже в период новых технологий. А вообще-то я хотела поблагодарить за приглашение ГПНТБ «Сауран», за такой прекрасный форум и поприветствовать всех участников этой конференции. Я сегодня хотела коротко рассказать о научных сотрудниках в Турции, какая ситуация в Турции в данный момент. Я, так как не сотрудник Национальной библиотеки Турции, но я могла бы рассказать вам в университетах, как там ситуация, и научные сотрудники в Турции, как у них дела состоят. Вообще-то в Турции самая востребованная профессия — это доктора и профессора университетов, научные сотрудники. И она очень востребована всегда и везде. И даже среди молодёжи, которые поступают в университет, у кого очень высокий балл, они поступают в медицинские факультеты и факультеты точных и социальных наук. И они продолжают в университетах своё обучение, в магистратуре, в докторантуре. И в будущем хотят остаться в университете, работать, стать докторами, стать доцентами и профессорами. Так как, во-первых, это, наверное, самое главное, очень хорошая, высокая зарплата. Если сравнить это, сказать, в долларах, то зарплата профессоров университетов варьируется в 2000-2500 долларов в месяц. И из-за этого в Турции многие хотят стать профессорами. А чтобы стать профессорами, это, конечно, научные труды, это издание книг, участие в международных конференциях, симпозиумах. И профессора университетов, они очень уважаемые среди народов. Допустим, в нашем университете, ХАЧТП, профессора, они востребованы, они декан, они обучают студентов в своей профиле. И еще есть такой нюанс, что профессора, если вот в течение учебного года будут участвовать в международных симпозиумах или конференциях, то в конце учебного года ректорат университета зачитывает это и платят профессорам как премиальные плюс зарплате, что они вот участвуют, или же издали какую-то книгу. Еще есть такая услуга в национальных библиотеках Турции. Допустим, в национальных библиотеках Турции есть отдельный кабинет со всеми оборудованными, со всеми, как сказать, со всеми услугами для научных сотрудников. Они, когда заходят в этот кабинет, у них свой специальный персонал, который обслуживает только научных преподавателей. И у них специальный вход, они не ожидая очереди заходят в библиотеку и могут, не приезжая в библиотеку, заказать свою, допустим, материал, книгу. И национальная библиотека может бесплатно отправить по желаемому адресу. Еще есть такая услуга в библиотеке. Для научных сотрудников есть бесплатные кофе, чай и еще, как это сказать, закуски, наверное, булочки, потом тосты. Это круглосуточно, и они могут в любое время, потому что Национальная библиотека Турции работает 24 часа, начинается, и из-за этого научные сотрудники могут даже круглосуточно там в своем личном кабинете работать, и даже компьютераты, все услуги предоставлены для научных сотрудников. Я коротко хотела об этом рассказать и сказать, что государство очень хорошо поддерживает научных сотрудников, профессоров университетов Турции, и всегда со стороны народов очень уважаемые люди, и очень все мечтают стать профессорами, и среди молодежи очень высокий коэффициент, которые стремятся стать научными сотрудниками, работать в университетах. Вот так вот. Спасибо за внимание. Спасибо за реплику, Асель. Вот если коротко подвести итог, мне кажется, ключевым ваше выступление стала мысль о материальных условиях работы в науке, и это очень важный аспект, и, конечно, если создавать такие условия, то есть стимул для того, чтобы иметь высокий социальный статус, хорошее условие для работы, высокую заработную плату. Это очень важные моменты. Спасибо за эту реплику. Я думаю, все, кто сейчас на связи, поддержат, что это действительно важно. И такой момент, про который мы иногда забываем, но без него, безусловно, сложно представить себе каких-то ярких действительно лидеров, которые будут делать науку, в том числе и в библиотечном деле. Это очень важный аспект. И, двигаясь дальше, все-таки хочется поговорить на тему актуальных тем для исследований. Ведь помимо того, что молодые специалисты хотят заниматься, или начинающие профессионалы хотят заниматься востребованными тем для исследований, есть еще и такой важный момент, как общество оценивает тебя. Ведь кто такой современный ученый? Это человек, которого хотят заполучить все. Любая сфера хочет самые яркие, самые сильные мозги именно к себе перетянуть. И нам эту конкуренцию, нам, библиотекам, нужно выигрывать. И просто хорошие заработные платы или актуальные темы – это не панацея. То есть здесь еще такой момент, что мы должны предлагать обществу некоторый такой продукт, исследовательский продукт, который будет востребован в медийном пространстве, чтобы человек чувствовал, что он вносит вклад в какие-то действительно важные общественно востребованные темы. И здесь, например, есть тема информационной культуры личности. Ведь когда мы с вами говорим про книгу, современную книгу, и вообще про источник информации, ведь книга – это источник информации, то в эпоху постправды, для понимания поясню, что значит этот термин, возможно, не все с ним сталкивались, это эпоха, когда подлинный источник информации теряет всякий смысл. Потому что современный человек пользуется тем, что он увидел в Инстаграме или тем, что он прочитал в Твиттере, и ему глубоко неинтересно, где взята эта информация, откуда источник. И вот то, что теряет ценность книга или энциклопедия, словарь, ну, в общем, любой базовый источник информации теряет ценность. Уже никому неинтересно, а что там было в начале, где вот этот базовый, так сказать, документ. И вот в этот момент мы говорим о том, что ценность книги, как источника информации и вообще любого документа, она теряется, она девальвируется. И на первое место выходит ценность мессенджера, который просто человеку рассказывает в красивой и, так сказать, и вкусной упаковке какие-то вещи, и он верит этому, как последней инстанции. Ну, давайте приведем пример из жизни, да. Там нельзя есть после шести. Или наоборот, кушайте после шести. Человек прочитал и поверил в это. Пойти в библиотеку или проверить эту информацию каким-то другим образом, ну, людям может такое в голову и не прийти, да. И сейчас это явление, оно пронизывает все сферы жизни, да. То есть люди верят вот этим, так сказать, источникам уже практически во всем, даже касаясь каких-то серьезных вопросов, а не, если говорить о каких-то таких бытовых темах. И вот здесь вопрос нашим уважаемым экспертам. Хотелось бы подключить к обсуждению Вафу Мамедову из Азербайджана. Это руководитель отдела обслуживания Азербайджанской дипломатической академии. Вот, Вафу, может быть, вы нам вот по этой теме тоже дадите комментарий, как вот такие темы могут быть востребованы обществом, как-то сблизить библиотеку и общество в вопросах научной деятельности. Hello, Евгения. Hello, Михаил. Thank you for giving me a speech. And I also congratulate you on a successful organization of this Libway conference and this roundtable. And also I'm very grateful to the speaker that delivered very interesting presentations. When it comes to the question, I would like to answer that the role of the library especially academic libraries is very high in this issue in terms of in terms of literating its users. For example, as an academic library, my library at the university library offers research and instructional services to all other university community through training and reference services, through information sessions and consultations in the form of in-person tutorials, individual and group consultations, on modern research tools, on guides and on citation management tools, which is very helpful in the research work of the students, both undergraduate and graduate students. I think that this role of new professionals and the specialists on this issue is very important because, as we know, in Internet, students and other people have access to false and at the same time to true information. But to identify between these true and false information, librarians take leading role to guide these students and to guide overall the whole community members. These through information literacy sessions we may convey the skills, knowledge and all guides to all our users, I think. Thank you very much for your comments. You see, there is already a new set of discussion. Indeed, research, 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 it's a basis, on which we can build a new approach to, for example, to bibliographic activities. Let's say, let's say, bibliography, especially небольшие bibliography, bibliography, not really understand how to work in the modern information space. Like, let's say, ведущие там библиотеки, крупнейшие, они могут дать квалифицированную квалификацию, ну, консультацию, как в интернете, в информационном пространстве 21 века, найти правильную информацию. Есть уроки, есть какие-то циклы занятий, которые помогают освоить всем, там, и молодым людям, и пожилым людям, разным социальным категориям, вот эти компетенции 21 века, да, как работать с цифровыми источниками, что это вообще такое, цифровой источник, как работать с ним и так далее. А если говорить о массовом, да, библиотечном обслуживании, то далеко не в каждой библиотеке есть специалист, который в этом понимает и может проконсультировать, как эксперт, значит, своих читателей. И здесь, конечно, есть большое пространство для библиотечной науки, да, чтобы дать инструментарий в руки библиотекарю, в общем, на любом уровне, да, это может быть и небольшая библиотека, но опираясь на научные разработки, да, какие-то программы, хорошо проработанные, эти услуги можно было бы оказывать на любом уровне. И хотелось бы подключить к дискуссии еще одного нашего гостя, Гаухар Бакбалакова из Казахстана. Она международный консультант, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан. Пожалуйста, Гаухар, включите микрофон. Мы хотели бы с вами тоже пообщаться на эту тему. Пожалуйста. Гаухар Абут Шахмановна, как я рада вас видеть. Спасибо. Наши новосибирские коллеги не знают, что мы много лет сотрудничали библиотеками. Да, спасибо большое. Вы меня слышите? Да. Во-первых, добрый день еще раз всем. И я хотела, во-первых, поблагодарить вас за приглашение. Во-вторых, на Липве я уже второй раз принимаю участие, довелось. Поэтому, действительно, Липве этого года необычный. Формат совершенно неожиданный, конечно, как и все то, что происходит вокруг нас. Вообще, я хотела бы, во-первых, поблагодарить организаторов за такую замечательную работу. Сама по себе конференция Липве очень важная и очень нужная. И, кроме того, организаторов. Организаторы – это и Елена Борисовна, вы, и Евгения Владимировна Пшеничная. Ну, естественно, Наталья Степановна. Но я уже не буду перечислять. Практически вся команда ГПНТБ делает очень большую и важную работу для нашего библиотечного сообщества. Надо сказать, что сегодня вообще прозвучали очень интересные выступления. Был представлен очень полезный и очень нужный опыт работы. И вообще, Елена Борисовна, вы сегодня сказали, что здесь собрались в основном молодые. Спасибо за это. Я пенсионерка. Так что, тем не менее, как обычно говорят, бывших библиотекарей не бывает. Поэтому, да, конечно, мы библиотекари, и мы беспокоимся и волнуемся за будущее того, что происходит сейчас на нашем библиотечном пространстве. Вообще, в нашем сообществе делается очень большая работа по привлечению молодых людей в библиотеки. Вы знаете, сегодня вот выступление Ллойды, прозвучала очень интересная мысль, когда они, их ассоциация занимается привлечением школьников в нашу профессию. Это очень важно. Это, как говорится, в советское время была хорошая такая практика профориентация. И вот эта профориентационная работа, видимо, она сейчас уже используется во многих странах. Кроме того, мало того, что привлечь в профессию, надо закрепить, надо удержать здесь, в нашей профессии. И, конечно, заинтересовать молодых, талантливых, потому что, безусловно, в нашем библиотечном мире очень много талантливой молодежи, которая, и при этом молодежь, которая владеет современными знаниями, которая креативная, которая может генерировать любую идею. И это делается на благо всего библиотечного дела. Это движение вперед, и, конечно, все, что делается нашим библиотечным сообществом, это движение вперед, несмотря на вызовы, даже на пандемию. Конечно, библиотечное дело — это затратная сфера, и здесь формируется человеческий капитал любой страны. И здесь как бы вкладываются инвестиции в будущее, и создаются культурные и общественные блага, которые стоят на ряду с безопасностью страны, можно так сказать. Поэтому библиотечное дело, здесь я просто буду говорить как, наверное, пожелания такие, как должно рассматриваться государством как важный стратегический ресурс, который обеспечивает развитие составляющей, духовной составляющей любого общества. Поэтому я думаю, что властные структуры должны понимать, что роль библиотек в развитии любого общества, это социальный институт, очень важный. И, конечно, развивать и использовать потенциал библиотек, достойно их финансировать и, конечно, повышать заработную плату. Вот сейчас выступала Асель Лахаева из Анкары. Это потрясающе, конечно, такое отношение к научным работникам, такое отношение к библиотечным работникам. И вообще к сфере культуры, науки, образования, это, конечно, это государство, конечно, уйдет далеко вперед. Поэтому здесь надо, если брать на примере, допустим, нашей страны, то, конечно, заработная плата библиотекарей значительно ниже идет, чем заработная плата специалистов системы образования и здравоохранения. Хотя социальный вклад, который они вносят, не менее важен и не менее значительен. Поэтому, конечно, эта ситуация обусловила кадровый кризис. Но, тем не менее, сейчас по этому поводу ведется очень большая работа и в стране, и предпринимаются действенные шаги для решения вот этой проблемы. И, кстати, нас, библиотекари, страны очень порадовало, допустим, послание президента, одно из последних посланий президента, где затронули вопрос о том, что поднимать заработную плату именно работникам культуры и, в частности, библиотекарям. То есть, это, конечно, очень-очень обнадеживает. Поэтому я просто здесь хотела бы сказать, что любая библиотека в своем штате, любая библиотека имеет очень много талантливых молодых людей, которые могут стать как бы теми исследователями, будущими исследователями, будущими специалистами, которые будут продвигать библиотечную науку вперед. Вот примерно так. Спасибо. Спасибо, дорогая Гаухара Бушахмановна. Как всегда, не в бровь, а в глаз. Да, спасибо. Итак, дорогие коллеги, уважаемые участники нашего круглого стола, позвольте подвести некоторый промежуточный итог. Мы с вами в процессе обсуждения пришли к тому, что, во-первых, обязательно стоит сотрудничать с молодыми учеными. И опыт Великобритании, я думаю, очень ярко иллюстрирует эту мысль. Пока молодые ученые, так сказать, еще встают на крыло, они являются очень такими благодарными и надежными партнерами библиотеки, хотя, конечно, имеет продолжать смысл это сотрудничество уже с учеными, которые ведут долго свою персональную деятельность. Второе – это проведение конкурсов для людей, которые занимаются исследованием в библиотеке, возможно, реализация каких-то крупных, в том числе международных проектов, которые именно обеспечивали бы объединение усилий разных библиотек из разных стран вокруг общих исследований. И, конечно, важна материально-техническая составляющая, условия, в которых будет работать молодой ученый. Ну, если подвести итог того, что мы обсуждали о актуальных темах, которые должны быть востребованы и молодыми специалистами, и обществом, здесь, конечно, многое предстоит нам сделать, я имею в виду библиотечному сообществу в целом, как в отдельных странах, так и мировому библиотечному сообществу. И я уверен, что по итогам нашего круглого стола нам удастся подготовить интересный материал, интересную статью, которая могла бы, ну, скажем, стать некоторым итогом нашего круглого стола и, возможно, инициирует интересные какие-то совместные проекты в области научных исследований именно для начинающих молодых библиотечных специалистов. И мы приглашаем наших сегодняшних спекеров присоединиться к нам. Да, в этой статье, да, мы надеемся, что нам удастся сформулировать основные тезисы и поднять тему вообще молодежи, начинающих специалистов именно в библиотечной науке. Мы благодарны всем, кто сегодня был с нами, и сейчас еще есть возможность включиться в обсуждение, дать какую-то, может быть, общую реплику по итогам обсуждения, может быть, какой-то комментарий или просто ремарку. Пожалуйста, не стесняйтесь, включайте ваш микрофон и можете включиться. Спасибо за отзывы, Лена Борисовна, читаю. Да, в чате некоторые пишут, коллеги. Да, спасибо, коллеги, за саму конференцию, за этот круглый стол и за возможность такого свободного общения. Потому что порой участвуешь в наших профессиональных мероприятиях и потоком идут доклады, 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 без интересных, безусловно, всегда, но без возможности задать какой-то уточняющий вопрос или без возможности что-то прокомментировать. И из-за этого зачастую такого-то осадок остается, неудовлетворенности какой-то. Поэтому всегда важно иметь возможность общения такого неформального после каких-то выступлений основных. Спасибо. Мария Павловна, спасибо вам еще раз за то, что вы сегодня с нами. И, может быть, еще есть какие-то комментарии по теме нашей сегодняшней встречи, может быть, к прозвучавшим репликам и выступлениям. Спасибо за ваши отзывы. Да. Ну что ж, тогда я предлагаю озвучить список стран, которые сегодня были с нами. Я думаю, не все знают, какие были страны. Вот давайте доведем эту информацию. Уважаемые коллеги, я думаю, настало время подвести итог нашей сегодняшней встречи. Сегодня с нами были специалисты из Великобритании, США, Германии, Латвии, Казахстана, Турции, Азербайджана, Шри-Ланки, Индии, Алжира, Камеруна. Благодарим вас. И Германии. И Германии. Я сказала. Мы прослушали четыре замечательных доклада о деятельности библиотечных ассоциаций и обсудили актуальные вопросы развития научных направлений на базе библиотек. И мы увидели, что наука в библиотеках есть. И есть интересные научные направления, которые мы в силах успешно развивать в дальнейшем и в сотрудничестве с библиотечными ассоциациями и сообществами. Как уже анонсировал Михаил, мы подготовим статью по сегодняшней нашей встрече. Я благодарю вас за внимание. Желаю всем вам успехов на профессиональном поприще. До новых встреч. Да, дорогие друзья. Было очень приятно с вами сегодня работать. До новых встреч. Спасибо большое. Спасибо.